Добрый день, дорогие коллеги! Мы с Первым медицинским каналом продолжаем запись цикла лекций, предназначенных для студентов, проходящих цикл клинической фармакологии, которые в силу ограничительных мероприятий, связанных с чертовым COVID-19, вынуждены заниматься дистанционно, удаленно. И сегодняшняя лекция посвящена клинической фармакологии антиангинальных лекарственных препаратов, то есть препаратов для лечения стенокардии. В первую очередь мы будем говорить о препаратах, применяемых для лечения стабильной стенокардии напряжения. Как я уже говорил ранее, все эти лекции являются абсолютно открытыми учебными материалами. Вы можете скачать их в директории, вы можете получить доступ, наведя ваше мобильное устройство, на вот этот QR-код, а вы можете обратиться ко мне через любые социальные сети. Вот мой адрес электронной почты, в фейсбуке выложена прямая ссылка на эту директорию. То есть все эти лекции, они ваши, они могут использоваться, они могут раздергиваться на разные слайды, они могут редактироваться. Эти слайды можно использовать как некий конструктор, но опять-таки должен оговориться. Так как сегодняшняя лекция, она уже связана с применением каких-то конкретных лекарственных препаратов, и в ней будут рассматриваться конкретные клинические ситуации, я должен сделать небольшой стейтмент. Все приведенные в презентации дозы лекарственных препаратов являются средними, ориентировочными. Таблицы скомпонованы из разных источников, они приводятся исключительно с учебными целями. Их не следует использовать в качестве справочной информации в практической деятельности. И вообще, как я очень часто говорю своим студентам, все-таки давайте будем относиться к вопросу назначения лекарственных препаратов серьезно, и давайте учиться по учебникам, а лечить по руководствам и официально одобренным справочникам. Сейчас давайте поговорим немножечко о том, что такое стабильная стенокардия, откуда она берется, и какие проявления стабильности стенокардии, как нам лечить проявления стабильности стенокардии. Вот опять-таки, эта картинка взята из открытого источника, эта картинка взята из Википедии. Это коронарная артерия. И вот что происходит в ней по годам. У меня есть для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. С учетом того, что первые полоски, такие отложения жировых масс в коронарной артерии появляются у человека уже практически с первых лет жизни, я думаю, что у нас у всех эти полоски уже есть. Вот так вот они выглядят. Вот так вот с годами это постепенно может развиваться. Но при всем при этом, пока эти полоски остаются не структурированными, никакой непосредственной угрозы они не несут. Они не суживают просвет по коронарной артерии, диаметр остается прежним. И, естественно, никаких клинических проявлений не развивается. А дальше дальнейший ход развития вот этой атеросклеротической бляшки, которая в итоге ляжет в основу развития как раз-таки стенокардии напряжения, он таков. Она начинает структурироваться. То есть структура атеросклеротической бляшки, грубо говоря, может быть поделена на две части. Это не структурированное центральное ядро, содержащее в себе в основном липиды, содержащие жиры. И ее покрышка такая, тинктура. От этой тинктуры во многом будет зависеть дальнейшая судьба человека и дальнейшая судьба этой коронарной артерии. И вот смотрите, постепенно происходит нарастание этой бляшки. Она вдаётся в просвет сосуда. Но опять-таки, даже в этой ситуации, когда эта атерома, эта стадия уже развития атеромы, она уже достаточно серьезно обтурирует просвет сосуда. Это видно глазом. Скорее всего, никаких клинических проявлений всё ещё нет. Дальше атерома переходит в стадию так называемой фиброатерома. То есть происходит организация оболочки этого центрального липидного ядра. А постепенное сужение коронарного сосуда может приводить к тому, что будет развиваться относительная коронарная недостаточность. То есть пока потребность миокарда в кислороде невелика, здесь протекает достаточное количество крови. И, в общем-то, этой крови и этого просвета хватает на то, чтобы обеспечить потребность дистально расположенного участка миокарда в кислороде. Если повышается физическая нагрузка, повышается потребность миокарда в кислороде, ресурса резерва крови, которая может протеть через суженную коронарную артерию, может уже не хватить. И здесь появляется то, что мы называем приступом стенокардии, то есть ощущение дискомфорта или боли за грудиной, ощущение нехватки воздуха. У некоторых пациентов это сопровождается страхом смерти. Сразу же не все пациенты однозначно интерпретируют и описывают стенокардию так, как об этом писал Гиберден, то есть как чувство сжатия, сжимающей боли за грудиной, сопровождающаяся нехваткой воздуха, страхом смерти, холодным потом. Нет. Вам будут говорить, вам многие будут подъявлять разные жалобы. Кто-то интерпретирует это как чувство давления, кто-то интерпретирует это как боль, которая локализуется в других атипичных местах. Это может быть в левой половине грудной клетки, это может быть боль в левой руке, может быть боль в челюсти. Поэтому для диагностики стенокардии, клинической диагностики стенокардии, естественно, следует оценивать не только сами характеристики дискомфорта боли, но и условия ее появления. В первую очередь эти симптомы появляются в ситуации, когда потребность в кислороде и способность коронарной артерии доставить этот кислород не соответствуют друг другу. То есть при физической нагрузке, либо при эмоциональной нагрузке, но сопровождающейся сердцебиением, то есть яркими вегативными проявлениями. В этом случае пациент четко жалуется, что на высоте физической нагрузки у них возникает боль или аналог боли, прекращение физической нагрузки, приводит к тому, что эта боль проходит. Еще одной характеристикой стенокардии является кратковременность приступов стенокардии. То есть если пациент жалуется, что у него, как иногда говорят, сердце болит часами, ну, скорее всего, это не стенокардия. Либо мы говорим об остром коронарном синдроме со сходом в инфаркт миокарда, либо чаще всего это какие-то боли, которые стенокардию просто маскируют, которые стенокардию симулируют. А судьба участка миокарда, который находится дистальнее этой коронарной артерии, она зависит от прочности этой покрышки. Потому что в том случае, если эта покрышка внезапно разрывается, ну, например, хронический воспалительный процесс просто проедает, ее макрофаги проедают, не появляется дефект, то сюда начинают быстро приклеиваться тромбоциты, сюда к тромбоцитам начинают приклеиваться фибриновые нити. Образуется такая сетка, если вы помните такую советскую авоську с помидорами, то вот эта сетка начинает выглядеть вот так. И вот эта вот сетка или тромб, она обтурирует просвет коронарной артерии. У нас появляется дистально расположенная зона ишемического риска. В дальнейшем судьба этой зоны, она может пойти двумя путями. Либо в случае, если этот тромб быстро спонтанализируется, или у пациента развито коллатеральное кровообращение, эта зона кровоснабжается из других артерий, эта зона из критической ишемии уйдет в зону хронической ишемии, и некроза там не произойдет, либо произойдет незначительный нетрансмуральный некроз. В том случае, если зона критической ишемии не получит достаточного питания в условиях повышенной потребности в кислороде, кардиомиоциты начнут сперва гибернировать, а потом погибать, произойдет повреждение в дальнейшем некроз этой зоны и замещением некротического участка миокарда уже соединительной тканью, то есть появляется в дальнейшем рубец. То есть это эволюция уже в развитии инфаркта миокарда. Мы сегодня не будем говорить о лечении острого коронарного синдрома. Наша сегодняшняя тема – это применение антиангенальных препаратов как раз-таки для лечения стабильных приступов стенокардии напряжения. Вспомните терапию, вспомните основы пропедевтики, вспомните основы терапевтического подхода к лечению стенокардии, основы диагностики. Итак, берем стабильную стенокардию напряжения. Помните, она у нас может быть по функциональным классам градирована, в зависимости от того, при какой нагрузке появляются стереотипные приступы стенокардии. При повышенной физической, при высокой физической нагрузке, при повышенной физической нагрузке, при умеренной, обыденной физической нагрузке и четвертый функциональный класс – это приступы, возникающие при нагрузке, возникающие при незначительном превышении физической нагрузки или даже в покое. Кроме того, выделяются еще атипичные проявления стенокардии. Например, стенокардия покоя или вариантная стенокардия, в патогенезе которой в первую очередь задействованы не атерослеротические бляшки, а вазоспастические механизмы. Это спазм крупных коронарных артерий. Классическое описание было дано принцметалам. Это стенокардия, которая возникает в предутренние часы, от которой пациенты просыпаются, вынуждены спускать ноги на пол. Но эта стенокардия дает очень яркую, очень сильную болевую картину, но при этом она очень хорошо уступает антиангенальным препаратам. А еще есть так называемая декубитальная стенокардия. Это стенокардия, которая возникает при изменении положения тела. Эта стенокардия больше характерна, наверное, для пожилых больных. Представьте себе стандартную, молодую пациентку, которая целыми днями сидит дома. Что их дома делать? Она смотрит телевизор. У нее ноги спущены вниз, у нее кровь депонируется, она находится как раз-таки в нижних конечностях, а дальше она ложится. Из нижних конечностей кровь постепенно приливает вверх, нагрузка на сердце увеличивается, это называется преднагрузка. Сердце начинает в положении лежа перекачивать большие объемы крови, оно не справляется. Потребность миокарда в кислороде повышается, а коронарные артерии доставить его не могут, потому что они сужены. У пациентки развивается приступ стенокардии. Она меняет положение, она просыпается, она снова садится, у нее стенокардический приступ разрешается. Вот эта стенокардия по-латыни называется стенокардия декубитус. Итак, что приводит к повышению потребности миокарда в кислороде? Повышение сократимости, то есть увеличение силы сокращения миокарда. Ну, любая, в общем-то, стрессовая реакция, любая реакция, связанная с потребностью, с увеличением минутного кровотока, может привести к увеличению ударного объема крови, то есть объема крови, который изгоняется сердцем при одном сокращении, и, соответственно, увеличивает потребность кислорода. Напряжение миокарда. Увеличение давления в левом желудочке, которое в первую очередь связано с увеличением притока крови к левому желудочку, то есть повышение преднагрузки на сердце, либо с изменением общего тонуса сосудов, общего периферического диаметра сосудов, общего периферического сопротивления, которое возникает при повышении артериального давления. Эта ситуация называется повышение постнагрузки. И еще одной причиной повышения потребности миокарда в кислороде – это повышение частоты сердечных сокращений. Здесь двоякая причина. Повышение частоты сердечных сокращений, с одной стороны, это, в принципе, повышение работы сердца, а с другой стороны, повышение частоты сердечных сокращений – это укорочение диастовы. А вы же помните, кровь по коронарным артериям, она течёт именно в диастолу, то есть, когда миокард расслаблен. Соответственно, чем больше у нас диастола, чем реже частота сердечных сокращений, тем больше времени остаётся на фазу коронарного кровотока. В случае тахикардии, в случае учащения сердечных сокращений, коронарный кровоток страдает именно за счёт того, что уменьшается количество времени на этот кровоток. Ну а здесь картина, которую мы чаще всего регистрируем на электрокардиограмме при приступе стенокардии, то есть снижение сегмента СТ, правда, должно говориться, далеко не каждый приступ стенокардии сопровождается характерными электрокардиографическими изменениями. И вот такая вот кардиограммка, на которой снижения СТ нету, при наличии клиники, не должна вводить в заблуждение. Клиники может не быть, их изменения может не быть, а стенокардия будет. В отношении попыток лечить стабильную стенокардию. В первую очередь это, конечно же, попытки вмешаться в работу вегетативной регуляции, регуляции тонуса сосудов, регуляции работы сердца. Собственно, когда мы говорим о регуляции работы сосудов, тонуса сосудов и чертоты сердечно-сокращений, мы можем вспомнить нашего далекого предка, нашего общего предшественника, которого жизнь протекала между двумя состояниями. Он либо дрался, бегал за едой, добывал еду, либо отбивался от каких-то хищников. А второе его состояние, вот это состояние комфорта, вот он сидит у себя там, не знаю, в пещере и что-то жрет. То есть первое состояние, первое состояние это как раз то, что называется реакцией стресса, которая впервые была, классическая реакция стресса, которого было впервые описано Гансом Селье. Firefight to fly, дерись или беги. Итак, выброс адреналина, стрессовая реакция, центральная нервная система, повышение энергии, повышение бдительности. Реакция зрачка. Адреналин действует на альфа-1 рецепторы, зрачок расширяется. Это нужно, потому что в этой ситуации этому прачеловеку нужно смотреть вокруг себя. Уменьшается слюновыделение, потому что слюна ему сейчас не нужна, есть, он явно не собирается. Адреналин действует на бета-2 рецепторы, которые больше всего находятся в легких, расширяются бронхи. А далее адреналин действует на сердце. Повышается частота сердечных сокращений, повышается сила сердечных сокращений, повышается артериальное давление. В сердце в основном присутствуют бета-1 рецепторы, их гораздо больше, чем бета-2 рецепторов. Здесь стимуляция бета-1 рецепторов приведет именно к этим реакциям, потому что стимуляция бета-2 рецепторов все-таки привела бы к избыточному расширению сосудов, которое нам здесь не нужно сейчас. Воздействие на жировую ткань. В жировой ткани есть еще и бета-3 рецепторы, через которые реализуется липолиз. То есть жировая ткань должна начать отдавать накопленные запасы, потому что энергия в этой ситуации нужна. Кровеносные сосуды, подкожные кровеносные сосуды, мелкие кровеносные сосуды, альфа-1 и альфа-2 рецепторы, адреналин действует на них, они начинают суживаться. Две задачи. Если он дерется с саблезубым тигром, и саблезубый тигр его покусает, суживание кровеносных сосудов мелких приведет к тому, что кровопотеря будет незначительная. При всем при этом кровь выталкивается и кровь централизуется. То есть в первую очередь хороший кровоток появляется в мышцах, в жизненно важных органах, происходит централизация кровообращения. А это уже реализуется за счет воздействия на сосуды через бета-2 адреналин рецепторы, которые в первую очередь сосредоточены в крупных артериях. Печень, воздействуя на бета-2 рецепторы, высвобождается гликоген. Все, что связано с желудком, здесь реализуется через адреналин рецепторы. То есть кровоток снижается, потому что ему не до еды, у него драка. Перестальтика кишечника снижается, потому что ему не нужно переваривать пищу, ее еще нет. Тонус сфинктера желудка повышается, чтобы не перегружать кишечник излишним прохождением каких-то пищевых масс. Ну и бета-2 адреналин рецепторы, скелетная мускулатура. Естественно, нервно-мышечная передача улучшается, сила сокращения мышц увеличивается. Вот эта вот стрессовая реакция, это реакция готовности к драке. Теперь вторая ситуация в жизни этого прачеловека. Он сидит в пещере, он доволен, ему тепло, он ест, он добыл себе пищу. Все хорошо в его жизни. Ну, что ему нужно? Здесь уже холенергическая система в первую очередь срабатывает. То есть у него будет суживаться зрачок, ему надо смотреть перед собой, ему надо видеть, что он ест. Вот. Частота сердечных сокращений и артериальное давление у этого человека будет снижаться. Ему не нужен уже такой кровоток, ему не нужна такая частота. А кровеносные сосуды у него расширятся, что поможет ему сохранять полное ощущение комфорта. У него улучшается желудочная секреция, у него ускоряется перистальтика, у него снижается тонус финтеров, потому что пища должна идти по желудочно-кишечному тракту. А, собственно, у него происходит еще такая реакция со стороны бронхов. У него суживаются бронхи и повышается бронхиальная секреция. Вот это вот интересный механизм, который, вероятно, был выработан в ходе эволюции. В конце концов, одна из причин гибели древних пролюдей, когда они сидели в пещерах, они уже научились добывать огонь, они уже научились хранить огонь, но они еще не поняли, что от огня можно просто угореть, и что продукты сгорания, и весь этот дым, все это попадает в легкие. И вот у них начала постепенно развиваться вот такая вот защита. Защита как раз-таки от избыточной вентиляции, где с воздухом могут поступать газы и разнообразные продукты сгорания. Защита от проникновения элементов сажи, повышения вынесения этих элементов за счет мерцательного эпителия бронхов, то есть защита легких от нежелаемых разнообразных веществ. Итак, мы уже договорились, что приступ стенокардии возникает чаще всего, когда потребность миокарда в кислороде становится максимальной, и мы можем подействовать на вот этот вот механизм, на механизм стрессовой реакции, то есть снижение механизма стрессовой реакции, снижение как раз-таки тех механизмов, которые приводят к готовности человека к драке, к погоне за пищей, они приводят в том числе и к антиангинальному эффекту. Исторически первым препаратом, который был использован для лечения грудной жабы или стенокардии напряжения, это были нитратные препараты, в первую очередь это был нитроглицерин. Нитроглицерин был открыт впервые, получен итальянским химиком Асанио Самбреро в 1846 году. Получив некую маслянистую жидкость, он естественно, ну, с подходом, характерным для естественного испытателей того времени, тут же попробовал это на язык. Все, что он понял, это то, что у него покраснело лицо и очень сильно заболела голова. Но сперва нитроглицерин в первую очередь использовался за счет своего другого свойства. Это хорошее взрывчатое вещество. В жидком состоянии нитроглицерин невозможно перевозить, хранить и так далее, он взрывается от малейшего сотрясения, поэтому в дальнейшем, смешав его с песком и с чем-то там еще, был получен рецепт динамита. Динамит – это взрывчатого вещества, который был впервые разработан Альфредом Нобелем, и, собственно, на котором Нобель сколотил огромную часть своего состояния. Возвращаясь к Нобелю, когда нитроглицерин уже начал ближе к концу XIX века использоваться для лечения стенокардией напряжения, Альфред Нобель как раз-таки страдал от стенокардией напряжения. Одному из своих друзей он писал, «Они лечат меня нитроглицерином», и в этом есть ирония судьбы. Правда, они называют его тринитрилом, чтобы не пугать общественность и не вводить публику в заблуждение. Дальше Лодер Брантон. Это человек, с именем которого связаны первые попытки применения нитратов, но он использовал не нитроглицерин, а амилнитрит и рекомендовал в дыхании паров амилнитрита для лечения грудной жабы. Он первый, пожалуй, связал уже на медицинском уровне применение нитратных препаратов с лечением стенокардией. А Уильям Марл – это человек, который первый додумался как раз-таки до использования нитроглицерина в медицинской практике. Хотя первая идея использовать нитроглицерин была немножко парадоксальна. Нитроглицерин вызывает головную боль. А вторая половина XIX века – это эпоха, когда использование гомеопатических препаратов, гомеопатических средств стало безумно модным. И поэтому, по принципу «малые дозы подобного лечат подобное», сперва гомеопатические разведения нитроглицерина использовались с попытками лечить ими мигрень. Без особого успеха. Уильям Марл начал применять этот препарат для лечения стенокардии. Забавно, что в Великобритании было две формы нитроглицерина. Обычная для бедных, когда препарат фиксировался на сахаре, и для богатых такая продвинутая форма «голд эдишн» препарат фиксировался на шоколаде. Любопытно, что несмотря на то, что использование нитратных препаратов оно насчитывает практически 150 лет, до конца XX века толком их механизм действия не был описан. Было описано, что нитратные препараты влияют на таинственный эндотеллерелаксирующий фактор. А что это за фактор, откуда он берется, и из чего он состоит, известно никому не было. В конечном итоге, в 1998 году Нобелевская премия в области медицины была вручена Фёчгату, Мурату и Игнару, ученым, чьи работы легли в основу того, что именно было выяснено, что именно оксид азота является тем самым эндотеллерелаксирующим фактором, который приводит к расширению сосудов. В общем-то, механизм действия оксида азота он такой. Это молекула НО. Она активирует фермент гонилациклаза. Вот ГТФ, гуанин-трифосфат, гонозин-трифосфат. Вот эти три фосфорных основания. Гуанилациклаза приводит к тому, что два фосфатных группа отщепляются, и молекула превращается в циклическую ГМФ, которая, в свою очередь, вступает в реакцию фосфорилирования миозина, а фосфорилирование миозина приводит к релаксации гладкомышечной ткани. Итак, НО, будучи мелкой молекулой, хорошо растворимой в жирах, прекрасно проникает во все органы и ткани организма и приводит к тому, что синтезирующийся ГМФ поддерживает сосуды в релаксированном, в расслабленном состоянии. В дальнейшем, вот эта циклическая ГМФ может обратно превратиться в гонозин-трифосфат с помощью другого фермента, который называется фосфодиэстераза. Название, опять-таки, простое. Два фосфатных эфира. Отсюда и пошло название. То есть, это гуанилат-циклаза, циклирующая ГМФ, а это 2 диэстераза, приделывающая ГМФ, возвращающая 2 фосфата. Можно повлиять на этот процесс, можно повлиять на этот процесс. Оба влияния будут приводить к тому, что в ткани будет увеличиваться количество циклического ГМФ и сосуды будут поддерживаться в расширенном состоянии. Первая попытка связана с воздействием на гуанилат-циклазу. И для этого сейчас применяются препараты-нитраты, которые сейчас в настоящее время получили новое название. Их называют доноры НО-группы. Это препараты, от которых отщепляется оксид азота. А вторые препараты – это ингибиторы фосфодиэстераза. Ингибиторы фосфодиэстераза также поддерживают сосуды в расширенном состоянии, но за счет не синтеза циклического ГМФ, а увеличения его количества, оно в меньшей степени распадается. Ингибиторы фосфодиэстераза. Исторически первый ингибитор фосфодиэстераза – это теофилин. Это препарат, который обладал релаксирующим действием на гладкую мускулатуру, как бронхов, так и сосудов. Ну а сейчас ингибиторы фосфодиэстераза больше известны за счет ингибиторов фосфодиэстераза пятого типа. Это селденофил, варденофил, тадалофил. То есть препараты, которые активно применяются для лечения эрактильной дисфункции. Вот, собственно, почему всем хорошо известно, что доноры оксида азота нельзя назначать вместе с ингибитором фосфодиэстераза пятого типа. Почему это будет происходить? Простое объяснение. Доноры оксида азота повышают выработку ЦГМФ, а ингибиторы фосфодиэстераза понижают ее утилизацию. Таким образом, повышение количества циклического гуаназинмонофосфата на фоне ингибитора фосфодиэстераза при приеме нитратных препаратов будет прогрессивно увеличиваться. Поэтому запомните, если пациент получает какой-нибудь из препаратов ингибитор фосфодиэстераза в лечении эрактильной дисфункции, применение нитратного препарата может вызвать у него развитие коллаптоидного состояния. Итак, о действии нитратных препаратов или доноров оксида азота на организм. Вот эта вот формула нитроглицерина или глицерин-тринитрата. А что сразу же необходимо сказать? Итак, от всех препаратов этой группы отщепляется НО. И именно НО является тем основным агентом, который будет в дальнейшем действовать. Он будет действовать на уровне венозной стенки. Действуя на уровне венозной стенки, он расширяет вены, он уменьшает преднагрузку. Это приводит к тому, что количество притекающих к сердцу крови снижается, работа сердца облегчается, потребность миокарда в кислороде, соответственно, будет уменьшаться. Можно назвать применение нитратов, есть такой термин, фармакологическое кровопускание. Если вспомнить, опять-таки, уйти в истории 18-19 века, для лечения болезней сердца, для лечения болезней сосудов, было очень популярно использование кровопускания, когда просто уменьшали объем циркулирующей крови, и за счет этого облегчали работу сердца. То есть, не было в распоряжении врачей того времени ни нитратных препаратов, ни диуретических препаратов. Просто вскрывались вены, выпускалось 400-500 мл крови, дай бог, если все это заканчивалось хорошо. Потом даже появились рекомендации менее зверские, менее варварские. Это проводить альтернативную кровопусканию процедуру, накладывать на нижние конечности, например, жгуты. То есть, накладывание на нижние конечности венозных жгутов приводит к тому, что кровь депонируется в венозных сплетениях ног и не протекает к сердцу. Тоже может вызвать облегчение. Точно так же, как распаривание ног, например. Вы понимаете, что в современной медицине такие методики уже не используются. Если жизнь загинет, я не знаю, на Эверест, на Северный полюс, не будет ничего вокруг. Может быть, вы об этом вспомните. Следующий аспект воздействия препаратов-доноров оксида азота — это предупреждение спазма коронарных артерий. Они воздействуют непосредственно на коронарные артерии, они воздействуют на тонус коронарных артерий, они приводят к расширению коронарных артерий. Расширяется диаметр коронарной артерии. Это говорит о том, что непосредственно коронаротропное воздействие этих лекарств делает их первым выбором для лечения вазопластической стенокардии. Пожалуйста, учтите, что по какой-то причине, по некоторым руководствам на русском языке, которые издавались особенно в предыдущие два десятилетия, прошла такая городская легенда, что якобы лечение вазопластической стенокардии основано на пероральном приеме антагонистов кальция. Забегая вперед, антагонисты кальция являются оптимальным препаратом для профилактики приступов вазопластической стенокардии. Это препарат выбора. При приступе вазопластической стенокардии антагонисты кальция не применяются. Тому два объяснения. Причина номер раз. Приступ вазопластической стенокардии прекрасно снимается приемом нитроглицерина. Причина номер два. Во время приступа вазопластической стенокардии очень часто на электрокардиограмме появляется не депрессия сегмента СТ, а подъем сегмента СТ. Это связано с тем, что вазопластическая стенокардия происходит спазм крупных коронарных артерий и развивается трансмуральная ишемия миокарда. Так вот, электрокардиограмму невозможно отличить от электрокардиограммы при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента СТ. Они идентичны. При остром коронарном синдроме применение антагонистов кальция в острой фазе противопоказано. Это может ухудшать прогноз у пациента. Таким образом, у пациента боль, у пациента подъемом СТ на ЭКГ. Откуда вы знаете, что это именно приступ вазопластической стенокардии, а не развитие инфаркта миокарда? Поэтому вазопластическую стенокардию все-таки лечить в приступ надо именно нитроглицерином. В межпреступный период для профилактики – да. Там антагонисты кальция. Ну и еще один аспект воздействия нитратных препаратов – это уменьшение общего периферического сопротивления сосудов, то есть снижение постнагрузки. Нитраты действуют в принципе не только на венозное, но и на артериальное русло. Снижение постнагрузки приводит к разгрузке сердца, к уменьшению силы сердечных сокращений, необходимых для преодоления сопротивления сосудов в циркуляторном русле. Таким образом, нитраты воздействуют как бы на три компонента. К недостаткам что можно отнести? Рефлекторную тахикардию. Нитратные препараты действительно увеличивают частоту сердечных сокращений именно в ответ на расширение периферических артериальных сосудов. К недостаткам можно отнести также неизбирательную вазодилетацию. Поэтому характерным признаком, характерным побочным эффектом применения нитратов является появление сильно распирающей головной боли. Этот эффект, который испытывают практически все пациенты, получающие нитратные препараты, некоторые просто со временем к этому эффекту привыкают. И какие еще недостатки нитратных препаратов? Это касается всех нитратов. Есть два феномена – толерантности к нитратам и феномен отдачи или феномен отмены нитратного препарата. Оба эти феномена были очень хорошо описаны в период, когда нитроглицерин применялся для производства динамизы на химических предприятиях Альфреда Нобеля. У сотрудников, которые работали на этих заводах, в первые два дня рабочей недели отмечалась головная боль, покраснение лица, сильное ощущение чувства жара в верхней половине туловища. Это было связано с тем, что нитроглицерин, будучи все-таки летучим веществом, его пары просто присутствовали в воздухе, они постоянно получали, и постоянно у них поддерживался высокий уровень НО в крови. А в дальнейшем происходило привыкание. Вот то же самое происходит и с нитратами. Если начать, например, инфузию нитроглицерина, мы ее начинаем обычно очень медленно, просто потому что иначе давление артериальное грохнется. Но постепенно скорость этой инфузии через сутки-двое, если препарат применяется в нестабильном состоянии у пациентов, например, с нестабильностью на кардии, либо у пациентов с выраженной левожелудочковой недостаточностью, скорость инфузии требуется повышать. Это связано с формированием толерантности к нитратам, когда постепенно уровень концентрации НО, необходимый для получения аналогичного эффекта, со временем увеличивается. А дальше может возникнуть ребаунд-эффект, или эффект отдачи, рикошет. Если препарат резко оборвать, то недостаток НО в крови приводит к тому, что развивается генерализованный вазоспазм. То же самое, те же самые заводы Альфреда Нобеля. Проблема возникала у Эканды. У рабочих были отмечены эпизоды стенокардио, эпизоды инфарктов и инсультов, которые развивались именно когда они уходили на выходные. Просто потому, что вот эта вот постоянная концентрация НО в крови, связанная с висящим в воздухе парами нитроглицерина, она исчезала, выработка собственного НО, она была задавлена сторонним НО по механизму обратной связи, и тонус сосудов у них резко повышался. Итак, нитроглицерин – это самый распространенный препарат. Он имеет два пути введения – энтеральный и парантеральный, но энтеральный препарат может вводиться только из родовой полости. Помните, на лекции по фармакокинетике мы говорили об эффекте так называемого первичного пассажа или первичного прохождения? Так вот, нитроглицерин практически не проходит через печень, он разваливается, печень очень метаболически активна в отношении нитроглицерина, и если проглотить даже большое количество нитроглицерина, я не знаю, 10-20 таблеток, если они не успеют сосаться в ротовой полости, всосавшаяся часть из желудка по вене порта, попадая в печень, уже никакого эффекта не окажет. Поэтому препарат применяется либо для рассасывания в полости рта, это для быстрого воздействия, либо препарат может применяться для внутривенной инфузии или через кожно в качестве нитроглицериновых пластырей. Вторая особенность нитроглицерина – это очень короткий период полувведения. Период полувведения препарата равен 2 минутам. Грубо говоря, мы можем сказать, что через 8 минут в организме останется только 10% от введенной дозы, через 10 минут только 5%, а поэтому препарат применяется именно для оказания быстрой помощи, быстрого эффекта и не применяется практически для профилактики приступов стенокардии. Если нам нужно поддерживать постоянную концентрацию нитроглицерина в крови, применяются модифицированные формы нитроглицерина с модифицированным замедленным высвобождением, пластерная форма, мазевые формы, либо в условиях интенсивной терапии инфузия препарата. Существуют препараты для профилактики стенокардии, которые химически не являются нитроглицерином и являются другой формой органических нитратов, но механизм действия которых точно так же основан на отщеплении от них оксида азота. Они тоже относятся к донорам оксида азота. Наиболее популярными препаратами являются изосорбидоденитрат и изосорбидо-5-мононитрат. Вот формула изосорбидо-5-денитрата. Вот видите, у него во втором положении и в пятом положении торчат по НО2. Вот из этого НО2 отщепляется от него, в результате превращается в НО. И вот это НО является действующим веществом изосорбидоденитрата. У изосорбидоденитрата есть такая особенность. У него период полуведения равен 30 минутам. То есть, грубо говоря, после применения этого препарата на протяжении часа-полутора в крови будет поддерживаться достаточно высокая доза оксида азота. Но еще один момент. Изосорбидоденитрат превращается в свой активный метаболит изосорбидо-5-мононитрат. У него от второго положения у изосорбидо-5-мононитрата НО2 уже отщеплено, но остается вот здесь, в пятом положении. Алисорбидо-5-мононитрат циркулирует гораздо дольше, почти 4 часа у него период полуведения. Поэтому этот препарат может применяться самостоятельно. И вот либо этот, либо этот препарат применяется в тех ситуациях, когда нужен пероральный прием и когда нужно поддержать постоянную концентрацию оксида азота дополнительного в крови на протяжении какого-то периода времени. Исходя из того, что мы знаем, что развивается толерантность к нитратам, рекомендуется обычно назначать так называемым косом режиме эти препараты. То есть создавать, назовем их условно, безнитратные промежутки. Например, у вас пациент, у которого стабильность и на кардии напряжение, у которого приступы стинокардии развиваются именно в ходе его повседневной рутинной деятельности, связанной с физическим напряжением. В этом случае нитратные препараты имеют смысл назначить таким образом, чтобы перекрыть дневное время. То есть, например, утром и днем. Назначая их утром и днем, мы назначаем ему препарат для контролирования, контроль приступов стинокардии в период его максимальной физической активности. Но при этом ночью, когда он спит и когда он никуда не бегает, не прыгает, не работает, не нервничает, мы оставляем для него безнитратный промежуток. За это время чувствительность к нитратам восстанавливается, возобновляется выработка собственного оксида азота из аргинина, и у него не будет развиваться толерантность, у него не будет развиваться потребность в наращивании дозы нитратных препаратов. Другая ситуация. В начале лекции мы говорили о такой стинокардии, как позиционно-зависимая стинокардия или декубитальная стинокардия, стенокардия декубитус, когда приступы стинокардии связаны с изменением положения тела. Малоактивные пациенты, которые в основном проводят время сидя, которые в основном проводят время дома, это, как правило, пожилые, маломобильные люди, они как раз-таки нуждаются в том, чтобы каким-то образом прикрыть им ночной период времени, когда они должны спать лёжа, чтобы не оставлять их спать сидя или просыпаться несколько раз за ночь. То есть в дневное время суток, когда они находятся в вертикальном, полувертикальном положении, ноги спущены вниз, им не нужны нитраты. Редкие приступы стинокардии могут купироваться эпизодическим применением нитроглицерина. Они ложатся спать, перед сном применяется пролонгированный нитратный препарат, например, изосорбидо-5-мононитрат, который в принципе закроет им порядка 10 часов сна дополнительным присутствием НО. И таким образом происходит за счёт уже нитратов сохранение депонирования крови в нижних конечностях, которая в течение дня поддерживалась за счёт просто свешенного положения ног в сидячем или стоячем положении. Следующая группа препаратов – это антагонисты кальция. До идеологии применения антагонистов кальция одновременно додумались, почти одновременно, в разных лабораториях, Айбер Фрекенштейн и Теофил Готфренд. Они проводили эксперимент. Когда в культуру ткани, культуру сосудистой ткани, помещенной в раствор, добавляются ионы кальция, естественно, за счёт впрыскивания ионов кальция внутрь гладкомышечных клеток происходит сокращение этих клеток. Добавляя различные препараты, они получили отсутствие спастического ответа гладких мышечных клеток на добавление ионов кальция. И таким образом пришли к выводу, что у них в руках оказались молекулы, которые защищают клетки от присутствия в них ионов кальция, закрывают кальциевые каналы. Эти препараты получили название антагонисты кальция. Общая идеология антагонистов кальция состоит в том, что они блокируют медленные кальциевые каналы. При этом в зависимости от своей химической структуры они могут блокировать их как с вне клеточной стороны, вот с наружной стороны. Например, дигидроперидиновые, запомните это слово, потому что это название целого подкласса антагонистов кальция, дигидроперидины. Дигидроперидиновые антагонисты кальция, они, будучи более гидрофильными, они плохо проникают внутрь клетки, но они прекрасно цепляются к кальциевым каналам снаружи клетки. А верофамил и дилтиозем, будучи амфифильными, они могут проникать через липидный бисло мембраны внутрь клетки, и они имеют сродство как раз-таки к внутренней стенке кальциевых каналов. Воздействие антагонистов кальция на сердце и на сосуды. Они селективно угнетают приток кальция внутрь клетки. За счет этого они приводят к нескольким эффектам. Они приводят к расслаблению мышечной клетки. Соответственно, устраняют коронарный спазм и могут служить хорошим препаратом для профилактики коронарного спазма при вазоспастической стенокардии. Они расширяют артериальные сосуды, за счет чего происходит снижение артериального давления и уменьшение периферического сопротивления. Соответственно, у сердца уменьшается постнагрузка. Сердце меньше должно работать, меньше усилий прикладывать для выброса крови в циркуляторное русло. Значит, потребность миокарда в кислороде уменьшается. Препараты катиофонно-амфифильные, то есть те, которые проникают внутрь клетки, это к ним относится веропамил и лдилтиозем, они еще действуют непосредственно на систему ГИСа-Пуркинье сердца. Они воздействуют на синусовый узел, они понижают частоту работы синусового узла, частоту генерации ритма синусовым узлом, то есть, соответственно, они снижают частоту сердечных сокращений. Они на уровне системы ГИСа-Пуркинье понижают проводимость, проводимость через атриевентрикулярный узел, проводимость по ножкам пучка ГИСа. И они понижают электромеханическую связь, за счет чего развивается снижение мышечной сократимости. То есть, уменьшение частоты сердечных сокращений и уменьшение силы сердечных сокращений, оно приводит также к снижению потребностей миокарда в кислороде. Особенность. Нефидипин. В первую очередь действует снаружи и действует на сосуды. Он действует в большей степени на сосудистую стенку, а не на кардиомиоцит. Поэтому основа его действия – это все-таки расширение периферических сосудов и расширение коронарных артерий. Но расширение периферических сосудов при применении дигидроперидиновых препаратов приводит к тому, что у пациентов может развиваться рефлекторная тахикардия. Такая же история, как и с препаратами-донорами НО-группы. То есть, такая же история, как и с нитратами. Поэтому применение нефидипина может вызывать, кроме снижения артериального давления, тахикардию, а также побочные эффекты – покраснение лица, ощущение распирающей головной боли. Если мы сравним основные антагонисты кальция, которые сейчас применяются в современной кардиологии, в современной медицине, их можно разделить на три группы условно. Одна группа представлена фенилокиламинами – это веропамил. И второй препарат, еще есть галлопамил, но он практически не применяется. Вторая группа препаратов представлена, по большому счету, это бензотиазепин химический, но они представлены одним единственным препаратом – это дилтиазем. А дальше достаточно обширная группа, здесь они перечислены не все, так называемых дегидроперидиновых антагонистов кальция. Запомните, дегидроперидины – это препараты, которые в первую очередь влияют на уровни сосудов. Вот эти препараты влияют не только на уровни сосуда, но и на уровни миокарда. И вот, посмотрите, давайте выделим их, опишем их влияние на тонус артерии, а также на эффекты инотропные, помните, что это такое, да? Это силы сокращения, хронотропный, частота сердечных сокращений, дромотропный, проводимость, периоды полуведения, дозы, кратность денег, которые будут соответствовать периодам полуведения. Итак, веропамил – фенилокиламиновый препарат. В меньшей степени влияет на тонус артерии. В основе его антиангинального эффекта лежат отрицательные инотропные, хронотропные, дромотропные эффекты. То есть, сердце бьется реже, диастола длиннее, кровь течет дольше по коронарным артериям, сердце бьется не так сильно, уменьшается сердечный выброс, соответственно, уменьшается потребность миокарда в кислороде. Это лежит в основе его антиангинального эффекта. Период полуведения 6 часов, ну, в общем, 3 раза в день, достаточно для перекрытия дня этим препаратом. Дилтиазем, скажем так, это препарат, который имеет сбалансированное действие. Его воздействие на сосуды более выражено, чем у веропамила, а его воздействие на миокард, на клетки миокарда и на клетки проводящей системы, оно выражено меньше. С одной стороны, может быть, это и неплохо, как у более сбалансированного препарата. С другой стороны, для пациентов трудно подобрать вот этот баланс, потому что даже отмечается случай парадоксального учащения сердечных сокращений у некоторых пациентов, несмотря на то, что дилтиазем обладает отрицательным хронотропным эффектом, да, он урежает частоту сердца, но он больше расширяет, чем веропамил периферические артерии у некоторых больных, и за счет этого у них возникает ахикардия. Может быть, это является одной из причин, по которой дилтиазем, ну, в общем-то, не является препаратом первого выбора в качестве антиангинального препарата. А вот дегидропиридины, вот они, это препараты, которые в первую очередь воздействуют на тонус артерии. Отрицательное инотропное воздействие у них, оно минимальное. Есть предупреждение о том, что назначение дегидропиридиновых препаратов может снизить сердечный выброс и дать клинические какие-то проявления, усугубления сердечной недостаточности только у тех пациентов, у которых сократительная функция сердца уже изрядно скомпрометирована. Ну, грубо говоря, если фракция выброса составляет 60%, мы даем высокую дозу амладипина, она снижается до 58%, незначительно снижается. Ну, это вообще никто не почувствует, это совершенно неощутимое снижение фракции выброса. Если фракция выброса у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью застойной, составляет 20%, это очень тяжелое снижение фракции выброса, это очень тяжелый пациент. Даже эти 2%, в его случае снижение до 18%, могут дать декомпенсацию сердечной недостаточности уже полную. Поэтому для применения дегидроперидинов все-таки тяжелая декомпенсированная сердечная недостаточность является относительным противопоказанием. В отношении их воздействия на хронотропную и драмотропную функции никаких данных нет. То есть, эти препараты практически на проведение не влияют. На частоту сердечных сокращений непосредственно сами они не влияют. Они не влияют на синусовый узел, они не повышают его, не стимулируют его импульсацию. Однако же, за счет того, что они расширяют периферические сосуды, они могут приводить к рефлекторной тахикардии. В настоящее время применяются препараты, которые благодаря своим фармакокинетическим свойствам благоприятным, видите, длинный период полуведения, могут попросту применяться один раз в день. Там ладипин, филадипин, лацидипин. Скажем, нефидипин, первый препарат этой группы, ну, спасибо большое нефидипину, он очень много исследовался, про него было написано и очень много хорошего, и очень много плохого. Но он в плане лечения ишемической болезни сердца, да и вообще в плане применения в медицине, отошел, это больше исторический уже такой препарат. Итак, следующая группа. Следующая группа препаратов, это группа, наверное, являющаяся одной из основных в лечении стабильности на кардии напряжения, это бета-адреноблокаторы. Еще в 1901 году американский биохимик Джон Абель выделил адреналин и норадреналин. Ну, кстати, давайте вы сейчас остановите записи, скажете, где адреналин, а где норадреналин, все-таки, вот исходя из того, что вот здесь приведены эти две формулы, что такое норадреналин? Норадикал, нет радикала. Вот, видите, радикал есть, CH3, это адреналин, а вот эта молекула, без вот этого CH3, торчащего хвостика, метильной группы вот здесь, это норадреналин, очень просто. Запомните, просто отличить. А Джеймс Блейк, это британский уже фармакохимик, лауреат Нобелевской премии, человек, который, собственно, создал целую концепцию лечения различных заболеваний и создания различных лекарств за счет воздействия именно на рецепторный аппарат. И он же, в его лаборатории был создан первый, исторически первый бета-адреноблокатор, который начал применяться у людей, это пропорнолол. Применяющиеся сейчас бета-блокаторы, их сразу же можно разделить по нескольким аспектам их воздействия на рецепторы. Во-первых, помним, что у нас есть бета-1, бета-2, бета-3 рецепторы. Бета-3 рецепторы в настоящей лекции самостоятельного значения не имеют. Это рецепторы, воздействие на которых приводят либо к липолизу, либо есть способы лечения синдрома нижних мочевых путей, то есть синдрома нарушения уродинамики при аденоме предстоятельной железы. Но это отдельная тема. Мы рассмотрим последствия воздействия на бета-1 и бета-2 адренорецепторы. Итак, селективность. Первый бета-блокатор, пропорнолол, это препарат, который не имеет селективности. То есть с одинаковой афинностью он связывался и с бета-1, и с бета-2 адренорецепторами. Бета-2 адренорецепторы, вспомните, это рецепторы, которые в том числе есть в бронхах, поэтому в воздействии, например, адреналина бронхорасширяющая реализуется посредством бета-2 рецепторов, поэтому сразу же стало ясно, что астматикам пропорнолол давать нельзя. Он блокирует бета-2 рецепторы бронхов, и у них просто усиливается проявление бронхиальной астмы. Следующий препарат не селективный, но имеет еще одну особенность. Он влияет на альфа-1 адренорецепторы. Воздействие через альфа-1 адренорецепторы приводит к тому, что адреналин суживает сосуды. Этот препарат не только снижает сердечный выброс, но еще и расширяет периферические сосуды. Сразу оговорюсь, основная сфера применения этого препарата – это тяжелая сердечная недостаточность, когда мы стремимся всячески разгрузить сердце не только за счет уменьшения фактически выполняемой сердцем работы, но и за счет снижения максимального постнагрузки. Наиболее популярными все-таки являются селективные бета-адреноблокаторы. А метапролол, бисапролол, атенолол, нибивалол, немножко стоящие особняком, потому что он модулирует выработку еще и оксида азота, он модулирует эносинктазу. Это препараты, для которых описана относительная селективность к бета-1 адренорецепторам. Видите, вот здесь прямо так вот закрашено все, а потом эта краска вот так вот уходит на бета-2. Почему? Селективности к бета-рецепторам не бывает абсолютной. Например, представим себе, что мы имеем 30-кратное превышение аффинитета к бета-1 рецептору против бета-2 рецептора. Что у нас будет происходить? Мы наращиваем дозу бета-1 блокатора, через некоторое время получаем уровень блокады рецепторов, который приводит к желаемому терапевтическому эффекту. Вот он. И вот у нас линейная зависимость. Чем выше доза, тем, соответственно, выше терапевтический эффект. Дальше смотрите. Рецепторы заканчиваются. Дальнейшее превышение уровня препарата в плазме приводит к тому, что кривая выходит на симпатическую фазу. То есть, несмотря на увеличение концентрации, сила эффекта не увеличивается. Все рецепторы оккупированы. Его увеличить дальше невозможно. Но, да, действительно, препарат с 30-кратной селективностью, с 30-кратной аффинитет препарата к бета-1 рецепторам в 30 раз выше, чем к бета-2. Но избыток препарата, он тоже же должен с чем-то связываться. И вот когда у нас появляется избыток препарата, у нас он начинает связываться с бета-2 рецепторами. И вот пошла уже другая кривая. А это, собственно, ответ на блокаду бета-2 рецепторов при дальнейшем наращивании уровня бета-блокатора. А поэтому высокие дозы бета-адреноблокаторов теряют селективность. Они переходят в фазу неселективности или недостаточно селективности. И побочные эффекты мы можем на них получить. А селективность или неселективность зависит еще от индивидуальных особенностей организма. У каждого человека имеется свой уровень плотности бета-адренорецепторов, бета-1 и бета-2 адренорецепторов. Поэтому для одного, например, пациента терапевтическая доза бисопролола будет 1,25 мг в сутки, а у другого пациента мы получим ответ только при применении 10 мг в сутки. Дальнейшее наращивание, к примеру, этого же бисопролола может привести у одного человека к отсутствию бронхоспазма, даже у астматика, но у другого человека незначительное превышение дозы приведет к тому, что бронхиальная астма ускорбнет из-под контроля. Вот основные риски применения бета-блокаторов. Я уже на предыдущей лекции показывал этот слайд. Еще раз давайте вспомним, что эффект препарата зависит не только от аффинитета и силы воздействия, но и от плотности рецепторов. То есть, если плотность рецепторов низкая, часть препарата просто не подействует. При высокой плотности рецепторов будут действовать все участки, где легант связался с рецептором. Постоянная долбежка этих рецепторов с помощью, например, бета-блокаторов приводит к тому, что на поверхности клеток, наоборот, экспонируется дополнительный рецептор, а клетка не получает адреналиновой импульсации. Она же не знает, что ее лечат бета-блокаторами. Она просто думает, что адреналина мало и повышает плотность рецепторов. Резко отмените бета-блокатор, у вас в условиях высокой плотности разовьется синдром отмены. То есть, разовьется ураганное такое течение, у пациента будет стенокардия тяжелая, у пациента будет повыситься частота сердечных сокращений, у пациента повысится выброс. Это будет реакция на то, что те же самые физиологические дозы адреналина начали действовать на уровне бета-рецепторов, плотность которых повысилась вследствие длительной терапии бета-блокаторами. Вот графическое изображение эффекта рикошета и ребаунд эффектов. Ну и, наконец, по поводу показаний и противопоказаний. Да, действительно, бета-блокаторы пытаются применять для профилактики мигрени. Механизм воздействия бета-блокатора в этой ситуации до конца не изучен, не описан. Для лечения глоукомы при гипертириозе в первую очередь речь идет о не только компенсации частоты сердечных сокращений, но и за счет использования влияния бета-блокаторов на бета-2 рецептора щитовидной железы уменьшается выработка тиреоидных гормонов при хронической сердечной недостаточности. Потому что, несмотря на то, что бета-блокаторы снижают силу сердечных сокращений, но они разгружают миокард, они оказывают позитивное действие на кровоток в миокарде в период диастола, они уменьшают жесткость миокарда и в конечном счете они уменьшают вероятность фатальных желудочковых аритмий. При ишемической болезни сердца, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужно помнизить частоту сердечных сокращений и силу сердечного выброса, они применяются для лечения артериальной гипертензии, уменьшается выработка ренина, уменьшается симпатическая бета-1 активность, ну и в том числе бета-блокаторы, они применяются для лечения такого синдрома эссенциального тремора рук, когда избыточно дрожат руки, просто за счет того, что они снижают нейромышечную передачу. Забавно, что последнее их свойство привело к тому, что бета-блокаторы были включены в список запрещенных субстанций в некоторых видах спорта, где желательно сохранять твердость руки, например, стрельба, стрельба из лука и некоторые виды фристайла, когда желательно уменьшить именно повышенную возбудимость, а не повышенную нейромышечную возбудимость. Но могут быть и побочные эффекты. Бета-блокаторы снижают воздействие адреналина. Помните, мы показывали, когда этого древнего человека с дубинкой, мы говорили, что адреналин вызывает ощущение приливой энергии, притока сил. Соответственно, применение бета-блокаторов может приводить к противоположным эффектам, могут развиваться депрессии. Бета-блокаторы могут вызывать бронхоспазм, провоцировать бронхоспазм, в первую очередь именно у астматиков, либо ухудшать бронхиальную проводимость у людей, страдающих хроническим обструктивным бронхитом, за счет того, что блокируя бета-2 рецепторы, нивелирует бронхорасширяющее воздействие катехоламинов. Брадикардия, естественное воздействие на миокард, атриовентрикулярная блокада, снижение давления. Бета-блокаторы могут спровоцировать гипогликемию. Еще одной особенностью бета-блокаторов является то, что бета-блокаторы могут маскировать признаки гипогликемии. В первую очередь об этом следует думать пациентам, получающим инсулин. Потому что если любой диабетик на инсулине, он привык к тому, что периодически он чуть-чуть передозировал инсулины, или вовремя не поел, или поел он недостаточно, у него появляется ощущение гипогликемии, беспокойства, дрожь. Он знает, как это купировать, он съедает кусочек хлеба, еще чего-то, пару кусочков сахара. А бета-блокаторы снижают тахикардию, они снижают беспокойство, они снижают тремор. И поэтому у диабетиков как раз-таки в период начала лечения бета-блокаторами проявления гипогликемии могут смягчаться. И их необходимо об этом предупредить, что та же самая гипогликемия, которую они успешно купировали небольшим количеством быстрых углеводов, она может протекать стерто. Ну и бета-блокаторы могут приводить к нарушению эректильной функции просто за счет того, что эти препараты приводят к суживанию сосудов. Они нивелируют воздействие адреналина как раз-таки на расширение сосудов. Все бета-блокаторы, которые применяются, вот здесь в таблиточке перечислено большинство препаратов, которые сейчас обращаются на рынки, они опять-таки различаются по селективности своей. Вот видите, вот у нас есть два препарата, которые, например, не селективны, и они в том числе даже и с альфа-1 рецепторами соединяются. Основные бета-блокаторы, которые сейчас применяются, это все-таки селективные бета-блокаторы. Д-ЛСТЛ формально это бета-блокатор, но фактически препарат не применяется для антиангинальной терапии, а основным его показанием к его применению является нарушение ритма сердца, потому что этот препарат демонстрирует свойства антиаритмика третьего класса. По свойствам частичного организма, то есть я рассказывал в лекции по фармакодинамике, условно адреналин у нас стимулирует сердце, мы получаем ЧСС-100, мы блокируем действие адреналина, получаем ЧСС-50, а назначая бета-блокатор с частичным организмом, мы получаем более слабый стимулирующий эффект. То есть у нас бродикардии не будет, этот препарат можно даже назначать при выраженной бродикардии. Но как-то эти препараты не нашли особого применения, и вот только ландиалу, препарат, который в связи со своей очень быстрой фармакокинетикой применяется исключительно в интенсивной терапии, внутривенно, вот только он используется анестезиологами и реаниматологами, только он с симпатомметической активностью есть на рынке. И по жирорастворимости, то есть препараты, которые больше жирорастворимые или более водорастворимые, здесь в периоды полувведения бросается в глаза особенность двух препаратов, и смололан диалог, и сразу же путь их введения. Это препараты, которые вводятся исключительно внутривенно. Эти препараты применяются для управляемой бета-блокады, потому что отмена этого препарата, секунды буквально проходят, минуты какие-то считанные проходят, после отмены бета-блокатора препарата бета-блокаторы разрушаются эстеразами эритроцитов, и их эффект исчезает. Поэтому эти препараты применяются в анестезиологии. Итак, вот эти препараты, они относятся к так называемым основным группам антиангенальных препаратов. Давайте еще раз просто пройдемся по ним, чтобы уложить уже все это в голове. Итак, бета-блокаторы снижают частоту сердечных сокращений, снижают артериальное давление, практически не влияют на венозный возврат, то есть на преднагрузку, снижают сократимость миокарда, практически не влияют на коронарный кровоток. Несмотря на то, что могут способствовать суживанию коронарных сосудов, удлинение диастолы, оно нивелирует это суживающее воздействие бета-блокаторов, поэтому коронарный ток остается неизменным. Внимание! Бета-блокаторы нельзя применять при базоспастической стенокардии. Вот как раз-таки это та ситуация, когда эти препараты не показаны в связи с тем, что они могут спровоцировать вазоспазм. Дигидроперидиновые ингибиторы кальциевых каналов. Повышают частоту сердечных сокращений, в первую очередь, за счет своего рефлекторного воздействия, то есть за счет расширения периферических сосудов. Снижают артериальное давление, практически не влияют на уровень венозной стенки, не повышают венозный возврат. Могут уменьшать сократимость, поэтому не рекомендуется для применения у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, с резким снижением фракции выброса, увеличивать коронарный кровоток за счет непосредственно коронаротропного влияния, расширяют диаметр коронарных артерий. Недигидроперидиновые ингибиторы кальциевых каналов – это веропамил и дилтиазем. Уменьшают частоту сердечных сокращений, снижают давление, не влияют на возврат, уменьшают сократимость миокарда, опять-таки не рекомендуется при тяжелой застойной сердечной недостаточности, способны повышать коронарный кровоток за счет повышения улечения диаметра коронарных сосудов. И доноры оксида азота. Рефлекторно повышают частоту сердечных сокращений, снижают артериальное давление, уменьшают венозный возврат, приводят депонирование крови на периферии, не влияют на сократимость, повышают коронарный кровоток, так как увеличивают диаметр коронарных артерий. Кроме основных групп антиангенальных препаратов, предназначения основных групп антиангенальных препаратов, мы должны выбирать, при каких симптомах они могут быть противопоказаны, какие ситуации они могут ухудшать. Итак, бета-блокаторы урежают частоту сердечных сокращений. Поэтому с осторожностью при бродикардии, при гипотензии, при выраженной слабости практически противопоказаны при бронхиальной астме, при бродиаритмиях, при синдроме Рейно, при тяжелой депрессии. Антагонисты кальция вызывают бродикардию, гипотензию, снижают выброс левого желудочка. Соответственно, противопоказания бродиаритмия, хроническая застойная сердечная недостаточность. Нитраты, доноры оксида азота, могут вызывать головную боль, артериальную гипотензию, развивается толерантность нитратам при постоянном применении. Противопоказания выраженной артериальности нос и гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией вносящего тракта левого желудочка. В этих ситуациях препараты могут приводить к развитию синкопальных состояний и, кстати, даже внезапной смерти. Есть еще так называемые прочие антиангенальные препараты. Мы их коснемся только схематично, просто чтобы этот текст этой лекции был полный. Итак, ивабродин. Ингибитор имидазолиновых фани-имидазолиновых ионных каналов. Кстати, да, они так и называются, веселые имидазолиновые каналы, потому что они нетипично ведут себя при стимуляции. А препарат обладает в основном направленным действием на синусовый узел. Он подавляет активность синусового узла, не влияя при этом на сократимость и проводимость. Препарат выбора в какой ситуации? Когда недостаточный, например, эффект бета-блокаторов. То есть мы не можем добиться удовлетворительного снижения частоты сердечных сокращений, наращивая дозу бета-блокаторов. Просто наращивание дозы бесконечно невозможно. За ним следует снижение артериального давления, появление какой-то побочной симптоматики применения препарата. Вот в этой ситуации препарат выбора. Либо при невозможности назначить бета-блокаторы и или веропамил для снижения частоты сердечных сокращений. Ренолазин. Другая особенность препарата. Влияет на поздний ток ионов натрия внутрикардиомиоцита. Приводит к уменьшению внутриклеточного содержания кальция. Удлиняет процесс диастолы. Особенность может удлинять интервал КУТЭ. Помните, что удлинение интервала КУТЭ сопряжено с повышением риска развития аритмии типа торсат-депуанса или пируэтной аритмии, которая потенциально имеет высокий риск эволюции, а фибрилляцию желудочков, соответственно, внезапную смерть. Препарат не должен применяться у пациентов с удлиненным КУТЭ. Несмотря на то, что сейчас в литературе есть разные мнения и описания разных случаев использования препарата. Например, при синдроме удлинения КУТЭ именно третьего типа. Но в общем виде удлинение КУТЭ является серьезным маркером, настораживающим прорыви в отношении возможности использования ренолазина. Некрондил. В сущности, за счет другого механизма, за счет открывания калиевых каналов и гиперполяризации мембраны, увеличивает содержание циклического гонозин-монофосфата, что приводит к его воздействию на клетку, сходную с воздействием именно донороксида азота, то есть нитратного препарата. Отсутствует его влияние на сократимость. Показания к применению. Та ситуация, когда по какой-то причине невозможно применять нитратные препараты, органические нитраты. То есть имеется непереносимость, например, органических нитратов. Некрондил может давать в этой ситуации какой-то успех. И попытки воздействовать на метаболизм миокарда, сдвинуть метаболизм миокарда в более благоприятном направлении. Это два препарата, которые зарегистрированы на рынке, триметазидин и мельдоний. Эффект этих препаратов, обоих препаратов, он основан на одном. Особенность кардиомиоцитов такова, что в ходе их метаболизма, в метахондриях их в первую очередь утилизируется, происходит бета-окисление жирных кислот. Мы не можем сказать, почему так случилось. Почему, например, поперечная полосатая мускулатура, она предпочитает утилизировать глюкозу при длительной монотонной работе. А вот миокард, именно кардиомиоциты, именно жирные кислоты. Дело в том, что утилизация жирных кислот, она сопряжена с не столь выгодными энергетическими результатами. Там, да, на выходе-то больше получается молекул АТФ, но там и на входе достаточно большие потребности к входящим затратам АТФ. А на входе-то зачастую не хватает как раз-таки ресурсов макроэнергических фосфатов в эшемизированном миокарде. Второе, это концепция то, что продукты перекисного окисления жирных кислот, они, застревая в этих метахондриях, приводят к их повреждению в дальнейшем. И вот два препарата, триметазидин, это препарат, который селективно ингибирует один из ферментов, участвующих в бета-кислении жирных кислот, кетацилтиолазу. За счет уменьшения метаболизма жирных кислот усиливается компенсаторно-митохондриях метаболизм глюкозы. То есть, происходит переключение на более выгодный путь метаболизма. В отношении мельдония, это препарат, который воздействует, по сути, на тот же самый механизм, но другим путем, у него другие мишени. Он ингибирует фермент гамма-бутилобитоиндогидроксилазу и снижает выработку эндогенного л-карнитина. Кроме того, он блокирует транспортера ОСТН-2 в кишечнике и снижает всасывание этого л-карнитина. То есть, экзогенный л-карнитин уменьшается. В чем смысл л-карнитина? Вот смотрите, каким образом препарат воздействует. Он очень похож на л-карнитин, и он связывается с гамма-бутилобитоиндогидроксилазой. Таким образом, жирные кислоты не могут проникать в митохондрию сами по себе. Они могут проникать в митохондрию только будучи в связи с л-карнитином, а целый л-карнитин. Дефицит л-карнитина приводит к тому, что жирные кислоты не проникают. Уменьшение проникновения жирных кислот, соответственно, приводит к изменению метаболизма внутри митохондрии, сдвигуя его в сторону метаболизма утилизации глюкозы. Энергетически тоже выгодно, но другое использование того же механизма, что и используется при применении триметазидина. Особенность этих двух препаратов в том, что отсутствуют обширные, серьезные доказательные исследования, подтверждающие их влияние, самое главное, на прогноз у пациентов, которые длительно их применяют при ишемической болезни сердца. Поэтому их показания являются в достаточной мере ограниченными. И еще, буквально в двух словах, кроме перечисленных в лекции препаратов, существует традиционно применяемое очень большое количество разнообразных схем, разнообразных попыток использовать разнообразные средства для лечения стабильности на кардии напряжения. Это АТФ, которое, по меткому выражению Абрама Львовича Сыркина, действительно улучшает метаболизм, улучшает механизм мести его введения. АТФ вводится внутримышечно в ягодичную мышцу. Я не говорю о применении АТФ в качестве антиаритмика, это немножко другая песня. Это применение таких препаратов с недоказанной эффективностью, как рибоксин, разнообразные цитохромы, цитохром-Ц, например, применение фосфокреатина в виде внутривенных инфузий, применение стероидных анаболических гормонов, использование различных сочетаний калия-магния. Все эти препараты при лечении стенокардии напряжения в той или иной степени их пытались и пытаются назначать, но ни для каких из этих вмешательств никакого терапевтического эффекта не доказано. Кроме того, есть достаточно бредовая схема, которая предусматривает одновременно назначение мельдония и л-карнитина. С одной стороны, мы блокируем проникновение жирных кислот в митохондрии, с другой стороны, назначение дополнительный л-карнитин повышаем. Тут уже мы занимаемся тем, что переводим и тот, и другой препарат в рамках одного организма пациента. То есть назначаем два взаимопротиворечия друг другу лекарства. На этом все. Спасибо вам большое. Как уже говорил, лекцию вы можете скачать. В случае, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать мне. Я с удовольствием вам отвечу. А так, до свидания. Всего вам доброго. До следующих встреч. Спасибо. Спасибо.